В Саратовской области завершаются международные армейские игры. Напомню, военные соревнования стартовали на полигоне «Широкий Карамыш» 3 августа. Свои навыки демонстрировали службы из России, Китая, Белоруссии, Венесуэлы и Анголы. За финальным этапом, в котором нужно было поразить цель из минометного орудия, наблюдала наша съемочная группа. Дан старт первому участнику состязаний. Военные со всего мира вышли на финишную прямую. Последний этап международных армейских игр во многом похож на спортивное состязание. Каждая команда должна преодолеть дистанцию, при этом поразив мишени, а затем передать эстафету другому экипажу. Первыми стартуют военные из Венесуэлы. На тренировках выступали слаженно и четко, но сегодня удача подвела. Промах! Первый выстрел, первый промах! Промах за промахом. Этот этап венесуэльские военные проводят не лучшим образом. В итоге приходится проехать четыре штрафных круга. Следом за Венесуэлой выступает команда из Анголы. У них тоже не лучший результат. За ними Белоруссия и Россия. Почти без промахов. А последними на финишную прямую выходят китайцы. Они стали фаворитами сразу после начала игр. Сегодня готовятся подтвердить первенство. У команды собственное орудие. Остальные военные выступают с минометами российского производства. Китайскую же технику участники армейских игр еще никогда не видели в действии. А потому поражены. Бьет без промаха. Хотелось бы не только визуально, так сказать, прощупать, но и потрогать, покрутить, осознать, как, что это действует, почему быстро, четко. Главное, как вы сами убедились, практически без промахов. То есть они стреляют только в цель. И хотелось бы узнать, почему, как это, в чем заключается. С китайской техникой во время подготовки соревнований возникли нестыковки. Судейская коллегия долго совещалась, на каких условиях допускать минометную установку к играм. Ведь разница между этой техникой и той, что использовали другие страны, значительно. В итоге решили добавить китайцам дополнительные минуты. Тестовые заезды привели к нас к единодушному мнению, что мы не будем учитывать и вводить коэффициент на передвижение по трассе. То есть от старта до финиша. Мы пришли к выводу, что необходимо ввести коэффициент добавочный в сторону увеличения норматива для китайской стороны от момента занятия огневой позиции до его оставления. Возможно, именно этот коэффициент сказался на результате. Китайцы продемонстрировали то же время, что и военные из Белоруссии и России. Кто из лидирующих команд станет победителем, станет известно уже 12 августа. Тогда подведут итоги международных армейских игр.